В 5 утра 19 февраля икону встретят в Олимпийском храме. Так как новая церковь оказалась самой вместительной в Сочи, святыню решили привезти именно сюда. Поток верующих ожидается немалый. Феодоровская икона Божьей Матери с древних времен почитается православным народом, как покровительствующая семейному благополучию, рождению и воспитанию детей. Также намоленная святыня помогает страждущим избавляться от недугов. Древняя святыня уже побывала в Новороссийске, Ейске, Армавире. Сейчас на очереди краснодарцы. Известна икона с 12 века, написана евангелистом Лукой. Несколько раз образ Феодоровской Божьей Матери исчезал. Обрели его раз и навсегда уже в 13 веке. По преданию, жители Костромы увидели на улице города воина с иконой Божьей Матери в руках. В войне костромичи узнали святого великомученика Феодора Стратилата. На следующий день князь Василий Ярославович во время охоты увидел эту икону на ветвях дерева. Обретенная святыня была поставлена в соборном храме во имя великомученика Феодора Стратилата, после чего и стала именоваться Феодоровской. Этой иконой на ратные подвиги благословляли Александра Невского. В 16 столетии Михаил Федорович Романов принял избрание на российский престол именно перед этим образом. Итак, династия Романовых имела эту икону как величайшую святыню. Перед ней умолились все наши российские цари из династии Романовых. И всегда она приносила и победы, и успех, и благополучие не только царской семье, но и России. Феодоровская икона Божьей Матери двухсторонняя. На обратной стороне образ святой великомученицы Параскевы. С 1991 года чудотворный образ хранится в Богоявленско-Анастасинском кафедральном соборе Костромы. Тогда же начата летопись современных чудес, совершающихся по молитвам у Феодоровской иконы. На сегодняшний день таких событий зафиксировано более ста. В Сочи икона прибудет в четверг в пять утра. Божественная литургия начнется в девять. После торжественный молебен с участием всего сочинского духовенства. Затем каждые два часа молебны с акафистами Божьей Матери. В полночь того же дня святыня покинет город. Думаю, что многие люди получат милость Божию, благословение Царицы Небесной, исцеление всяких недугов, болезней. И именно обретут встречу с Царицей Небесной, которая чудесным образом будет присутствовать в этой иконе и благословлять всех, кто будет приходить для того, чтобы приложиться к этой святыне. Так что ждем всех 19 февраля в четверг с пяти часов утра. Добраться до храма нерукотворного образа Христа Спасителя можно на общественном транспорте. Номера маршрутов 124С5757К. Доехать до Олимпийского храма можно и на личном транспорте по новой трассе М-27 по направлению в Олимпийский парк следовать по указателю приют Иоанна Предтечи. Инга Габейшая, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.